МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Александр Ломаев. В начале выпуска коротко о главных темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С каждым днем погода все холоднее. Мысли о грядущей зиме не покидают самарских коммунальщиков. Но они готовы встретить ее во всеоружии. На площади Куйбышева прошел традиционный смотр спецтехники. Службы ЖКХ и благоустройства переоборудовали машины на зимний режим работы и отчитались перед городскими властями, что снегопады им не страшны. Как будут расчищать дороги от снега этой зимой, узнал Андрей Горгуленко. Заднишка. Гидравлические шланги. Все. Две секунды у нас. Ну, прям пять секунд мы меняем навеску. Уже готово. Допустим, ротор прошел, надо щетку. Прямо подъехали, хоп-хоп, перецепились и дальше поехали. Всего несколько простых движений и котенок, так ласково называют этот мини-погрузчик-рабочий, готов к зимней работе. На этой машине Александр Растяпин работает уже более пяти лет. У него особая зона ответственности – Самарская набережная. Чтобы поддерживать одно из самых живописных мест в городе в чистоте, приходится ежедневно выезжать раньше шести утра. Но, признается Александр, результат того стоит. Десятки таких же мини-погрузчиков, тракторы, самосвалы и другие машины. Служба ЖКХ и благоустройства демонстрирует на площади Куйбышева свою спецтехнику и ее готовность к зиме. Практически все машины переоборудованы для работы в холодную и снежную погоду. В этом году на улицы города выйдут более 700 единиц. Из них 311 машин принадлежат управляющим компаниям, ТСЖ, ЖСК и их партнерам, которые будут расчищать дворы от снега. Коммунальщикам поставлена задача укомплектовать личный водительский состав так, чтобы техника не простаивала, а работала в двухсменном режиме. Минимум на одно машиноместное нужно иметь три водителя. Для того, чтобы машина работала, вот тогда мы будем говорить по задаче, которая ставится губернатором по очистке города от снега, она будет выполнена. Запасены к зиме и реагенты, которыми будут обрабатывать дороги и тротуары. Более 15 тысяч тонн смеси Бионорт и 10 тысяч тонна песка с солью. Также в этом году планируется применить в центральной части города двухкомпонентный реагент. Специальными емкостями для него оборудовано шесть машин. Такой способ снижает расход материалов на треть, а влажный реагент сразу вступает в реакцию плавления снега. Это положительно скажется на оперативности уборки улиц. И хотя большая часть представленной техники уже заточена под работу в зимой, отсюда, с площади Куйбышева, машины направляются не в гараж, а на Самарские улицы, чтобы продолжить работу по наведению частоты. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. На сегодняшний момент из 144 стихийных свалок в Самаре силами администрации и собственников города было ликвидировано 113. Это 17 тысяч тонн мусора. Подробнее в репортаже Елены Нижегородцевой. На данный момент по адресу ПАНО-20 проводятся последние работы по уборке и демонтажу территории от незаконных конструкций. Из 40 гаражей жители своими силами демонтировали 25. Остальную работу проводят подрядные организации. Установленные незаконно гаражи жители стараются убирать самостоятельно. Но при этом весь годами накопленный мусор остается на своих местах. В основном морфологический состав отходов, размещаемых на несанкционированных свалках, как правило, это у нас строительные отходы, отходы бытовые после сноса незаконных построек, в том числе гаражей. Некоторые отходы могут таить в себе опасность, но благодаря бдительности работников подрядных организаций их находят и утилизируют по всем правилам. Зачастую находим хоть и разрешенное, но оружие, охотничьи патроны, которые хранятся ненадлежащим образом. При вскрытии гаража нашли колбу заводской упаковки, три килограмма ртути вызвали соответствующие службы, которые оцепили квадрат, вывезли на утилизацию. Любая несанкционированная свалка мусора – серьезная проблема. Вред, нанесенный окружающей среде, оценивается на общую сумму 900 тысяч рублей. Существуют и другие опасности, с которыми приходится справляться. В местах демонтажа гаражей присутствуют и погреба, и смотровые ямы, которые представляют опасность и которые, соответственно, засыпаем и восстанавливаем благоустройство. Только с одной свалки на улице Николая Панова на полигон отправили уже 30 машин с мусором. Ежедневно из города вывозят по 200 кубометров. При этом в первую очередь приводят в порядок участки возле школы детсадов. Так на Академика Павлова у 20-й школы справились в рекордно короткие сроки. Гаражи демонтировали и вывезли мусор всего за 4 дня. Убрали весь этот мусор. Здесь стала прям, ну, самая нормальная, хорошая площадка, что и нужно для детей. На улице Советской Армии вокруг школы стояли сараи, построенные еще в советское время как дровницы. Потребовала сложная работа по демонтажу. Были задействованы большое количество волонтеров и спецтехники, но до конца августа управились. На сегодняшний день в Самаре ликвидировано 113 несанкционированных свалок. Ведутся работы по оставшимся 32. Всего из Самары вывезли более 17 тысяч тонн мусора. Елена Нижегородцева, Константин Головин. События. В Самаре утвердили новую схему размещения рекламных конструкций. Она предполагает сокращение рекламных щитов. В исторической части города уже отказались от уличных офис, чтобы не создавать информационную перегрузку. Пришло время взяться за спальные районы. За демонтажом в районе мехзавода наблюдала Мария Левина. В Самаре активно ведется работа по демонтажу щитов, срок договора аренды, на который истек. Договоры заключались в 2014 году. Щиты должны демонтироваться силами собственников. Металлический щит – это собственность компании рекламораспространителей. Им выписывается предписание и дается месяц срока на демонтаж. Если оно не исполняется, то в дело вступает город. Если владелец не спешит убирать рекламные установки, то это сделает подрядчик профильного департамента городской администрации. С последующим взысканием всех расходов на демонтаж, вывоз, хранение и утилизацию конструкции. Также придется заплатить за пользование участком сверхустановленного срока. Объект в поселке мехзавод собственник конструкции убирает самостоятельно. Судя по подушкам и креплению, то еще в хорошем состоянии. Но сами щиты, да, их требуется замена уже фанеры. Чтобы демонтировать такую конструкцию, рабочим требуется до трех часов. Иногда управляются и быстрее. Со счетом на мехзаводе справились оперативно, менее часа времени и место свободно. Всего в планах снос порядка 400 рекламных установок. Конструкция может остаться на прежнем месте в нескольких случаях, если ее арендатор вышел на новые торги и вновь победил, или если у него договор с новым арендатором, в чью собственность перешла конструкция. При этом место размещения счета обязательно должно быть включено в действующую схему наружной рекламы, принятую в августе этого года. А сама конструкция должна соответствовать всем установленным требованиям. Например, фундамент должен быть заглублен. Изменения при формировании новой схемы размещения рекламы рассчитаны на то, чтобы улучшить внешний облик Самары. Так, схема предусматривает сокращение счетов в Самаре на 30%. Чтобы не допустить информационной перегрузки, в историческом центре города уже отказались от крупногабаритных конструкций, от определенного формата афиш. Кроме того, расстояние между счетами теперь будет минимум 100 метров. Места освобождаются для проведения торгов, чтобы новым победителям предоставить неопремененные земельные участки для установки рекламных конструкций. Данная работа будет продолжаться до приведения рекламного поля в соответствии с новой утвержденной схемой размещения рекламных конструкций. Важное новшество – аренда на 10 лет. Следующие торги запланированы на 22 октября. Стартовые цены не изменятся. По ряду позиций они и так приближены к стоимости 2014 года. Те места, под конструкцией, на которые не найдется арендаторов, впоследствии будут исключены из схемы. Мария Левина, Василий Кладошов, События. Жесткие сроки для конкретных действий. Арендаторам и владельцам земельных участков, располагающимся в лесопарке имени 60-летия советской власти, поручено привести в порядок свои территории, вывести мусор, убрать незаконные постройки, закрыть нелегальные производственные цеха. Когда ждать изменений, расскажет Андрей Горгуленко. Жители Кировского района забеспокоились. В их любимом лесопарке имени 60-летия советской власти стали появляться небольшие постройки, возле которых скапливается мусор. Так, например, на участке, который арендует Волжское казачье войско, появились гаражи. Как пояснил руководитель общественной организации, они будут использоваться как складские помещения для строя материалов и корма для животных. Ведь в следующем году здесь планируется открытие спортивного клуба. Конно-спортивная школа полностью с дипломировыми тренерами. Также у нас будет площадка для тренировки служебных собак. То есть у нас есть кинолог-профессионал, ветеран спецназа, который занимается этими вопросами. Также у нас здесь будут находиться небольшие беседки для посетителей, которые будут приходить на конную спортивную школу. Ну и, соответственно, все будет приведено в Борщевский вид. Строительство конного клуба, а также тренировочные площадки для дорессировки собак – это все планы на год будущий. А пока арендаторам нужно очистить территорию от мусора в течение 10 дней, исполняя предостережение районной администрации. В противном случае возможно расторжение договора аренды. В зеленой зоне есть и другие земельные участки, которые находятся в аренде и в собственности коммерческих структур и других организаций. Они получили право занимать площади и вести на них определенную деятельность в прошлые годы. Многие участки используются не по назначению. Их владельцам также придется навести порядок на своих территориях. Об этом рассказали на встрече жителей с представителями районной администрации и профильных департаментов. Мы сегодня достаточно много выработали решений, поставили контрольные сроки. И основное – это у нас навести порядок сегодня на территории, которую мы обсудили через 10 дней. Это основной вопрос. Напомним, в декабре 2018 года на встрече в школе номер 32 глава Самары Елена Лапушкина подчеркнула, что у жителей и властей одна общая цель – сохранить парк. Тогда были выработаны совместные решения, которые позволят защитить зеленую зону. И они поэтапно реализуются. Параллельно городские власти продолжают работу по внесению изменений в генплан, чтобы всю территорию лесопарка перевести в зону существующего особо ценного природного ландшафта. Эти изменения, которые будут приняты в ближайшее время, сделают застройку в лесопарке невозможной. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров, Василий Колдашов. События. 3D-оборудование и шлемы виртуальной реальности в каждой школе. И это не фантазия, а ближайшее будущее. В Самарской области идет ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере. В регионе оборудовано 19 детских мини-технопарков по модели Кванториума. Как ребята проявляют себя в техническом творчестве, знает Ирина Малютина. Мы сделали эскиз, и сейчас мы делаем его на компьютере. Потом будем печатать на 3D-платформе. Я очень люблю программировать и делать всякие фигурки на компьютере. Здесь каждый ребенок-изобретатель. В робоквантуме ребята трудятся над универсальной роботоплатформой, которой можно будет управлять с любой точки земного шара. Цифровой прорыв меняет жизнь, поэтому уже сейчас ведется активная подготовка школьников к новым реалиям. Я думаю, эти школьники, когда выйдут из стен школы, подают к остановке, и на автобусе, в котором они раньше привычно ездили, они не обнаружат водителя. То есть это будет, в общем-то, обычное повсеместное явление. И поэтому специалисты уже немножко другого плана нужны с развитием технологий, тем более сквозных технологий, которые будут изменять вообще наш окружающий мир. От программирования до космической отрасли. Школьники вместе с родителями выбирают подходящее направление. Готовят кадры для IT-отрасли, космоса и других инновационных сфер абсолютно бесплатно по национальному проекту «Образование». Эта же программа помогает оснастить школы современным оборудованием. Уже сейчас в 75% учебных заведений есть высокоскоростной интернет. До 2022 года современные компьютерные технологии придут еще в 300 школ. Если ребята выберут направление технологическое, они уже придут подготовлены дальше в учебные заведения средневысшего профессионального образования. Они будут знать все современное оборудование и в них будут сформированы основные навыки. Космические технологии теперь доступны не только городским детям, но и тем, кто живет в селе. 19 детских мини-технопарков создали в Самарской области. Сделать это позволила региональная программа «Успех каждого ребенка» – часть национального проекта «Образование». Уже через пару лет будут открыты еще два стационарных кванториума и появится два мобильных детских технопарка. Проявить себя в техническом творчестве, познакомиться с 3D-оборудованием и шлемами виртуальной реальности может любой ребенок до 17 лет. Для этого нужно зайти на сайт «Кванториум» и оставить онлайн-заявку. Елена Малютина, Дмитрий Мешканцов, События. Удивительный мальчик из Самары поет на 13 языках. Кроме того, сам пишет песни. С одной из них в этом году занял второе место на отборочном туре российского детского Евровидения. Многодетная семья Хачатуровых из Самары знает, как распознать талант в детях. Секретом они поделились с Еленой Малютиной. Здесь у нас живут кубки, которые Данька заработал на разных мероприятиях, на разных конкурсах, проектах. И вот здесь вот самые знаковые мы оставили, те, которые достаточно редкие, скажем так. Самые знаковые – гран-при «Добрая волна», фестиваль телевизионный, показывали нас в том году, организованы Игорем Яковлевичем Крутым. Особые таланты, гран-при. Все эти награды принадлежат Данилу Хачатурову. Он потерял зрение еще в младенчестве. Тогда у него обнаружили злокачественную опухоль. Врачи смогли справиться с этим недугом, но зрение сохранить не удалось. Сейчас Данил занимается вокалом и может исполнить любую песню на 13 языках. Владеет как классическим репертуаром, так и современным. Сам пишет песни. С одной из них в этом году занял второе место на отборочном туре российского детского Евровидения. Его мама говорит, поддержку зрителей не забудет никогда. Около четырех суток я практически вообще не спала, потому что голосовала вся Россия, и люди так включились в это голосование, что они переживали настолько, что каждый скачок этих процентов, все звонили, с Сахалина звонили, звонили с Крыма. Все организации незрячих, все организации колясочников, все, которые есть сеть по России, они все участвовали, все переживали, все писали. И понятно, что нужно было людям отвечать, давать обратный отзыв. Это очень знаково для нас, потому что песни у остальных ребят были написаны настоящими композиторами, музыкантами. И то, что он сделал сам, это, конечно, важно для нас. Мальчик играет на фортепиано, баяне, любит слушать орган. Его звуки он сравнивает с прыжком в бездну. Из отечественных исполнителей нравится творчество Дмитрия Хворостовского. Есть любимые исполнители и среди зарубежных. Из зарубежных исполнителей мне нравится совершенно разная музыка. Мне нравятся Лучяна Поворотти, Лучяна Делла, Андреа Бачери, Стив Уандер, Элла Фиджеральд. Почему мне нравятся Стив Уандер и Рэй Чарльз? Потому что вот иногда говорят, что вот незрячий, они действительно очень круто поют. И иногда говорят, вот незрячий, жалкий. А что, Стив Уандер, жалкий, что ли? Я вот не понимаю. Мне кажется, не жалкий совсем. Несмотря на слепоту, Данил Хачатуров прекрасно владеет компьютером, смартфоном, ведет соцсети и любит изучать иностранные языки. Младшие братья, четырехлетние двойняшки Лев и Георгий во всем подражают Даниилу. Они ходят на танцы и в музыкальную школу, планируют изучать английский язык. Хачатуровы рассказывают, ощутимую поддержку получают от государства. Компенсации на оплату ЖКХ и проезда школьников, ежемесячное пособие одному из родителей, воспитывающих ребенка от полутора до трех лет, которые не посещают детский сад, а также семья воспользовалась семейным региональным капиталом в размере 100 тысяч рублей. Получала ежемесячную выплату и на третьего ребенка до достижения им трех лет. Даниилу также положена пенсия из-за инвалидности, а его маме – пособие по уходу. И это не весь перечень мер соцподдержки многодетных семей в Самарской области. Мер соцподдержки является, конечно, дополнительным стимулом для рождаемости детей. Но самое важное все-таки – это желание родителей рожать, как можно больше детей. Сейчас в Самарской области проживает около 24 тысяч многодетных семей. Все они почувствовали финансовую помощь государства благодаря реализации национального проекта «Демография», инициированного президентом Владимиром Путиным. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров держит на контроле его реализацию. Елена Малютина, Григорий Пляшаков. События. Исследовали естественную географию жизни в микрорайонах Самары. Главе города Елене Лапушкиной представили итоги проекта «Открывая город». С помощью опросов специалисты узнали, где лучше и хуже всего живется самарцам. Подробнее мэрия Илчан. Негры, металл, стошка, гагры и космач – так неофициально называют жители Самары свои микрорайоны. А для того, чтобы узнать, как им там живется, создали проект «Открывая город». Горожане могли зайти на официальный сайт и заполнить анкету. Как отметила глава Самары Елена Лапушкина, этот проект позволяет узнать городское самочувствие и поможет в дальнейшем в принятии управленческих решений. Во-первых, это позволяет нам сконцентрироваться на проблемах, это позволяет не распылять ресурсы в разные места. И от этого мы получим все-таки, на наш взгляд, эффект наиболее весомый и ощутимый, что отразится в целом на благополучии наших людей, проживающих в городе, ну и на качестве городской среды в том числе. «Открывая город» – совместный исследовательский проект с Самарской мэрией. С его помощью специалисты изучили, как выглядят границы микрорайонов Самары в представлении горожан и что они думают о тех местах, где живут. В проведенных экспертами опросах жители оценили качество медицины, экологии, образования, транспорта и благоустройства. Больше всего порядком довольны в новых микрорайонах города, таких как Южный город и Кошелев. «Город очень сильно меняется, меняется плотность округов и было интересно посмотреть, насколько те избирательные круга, которые у нас в эксперименте были по местному самоуправлению пять лет назад, вот насколько они сегодня актуальны и как они сопределяются с теми ментальными районами, которые мы определили». По итогу проекта готов рейтинг территорий Самары по качеству жизни. Но нет ни одной нации, которая не любила бы хлеб. Его едят с первыми и вторыми блюдами, используют для приготовления бутербродов, а порой и без всего. И каждый год все национальности отмечают праздник урожая. Вот и в Самаре во Всемирный день хлеба устроили межнациональный праздник. В доказаря коллективы школ города и национальных центров организовали тематическую выставку и концерт. «Совместными усилиями мы воспитываем наших детей в духе добрососедства, в духе взаимопонимания. Ведь сегодня ребята разных национальностей, ребята из разных школ, ребята, представляющих разные культуры, здесь в рамках этого мероприятия могут продемонстрировать свои умения, свои навыки, свое творчество таким же детям, как они, подружиться, укрепить те связи, которые с детства могут пройти через всю их жизнь». Праздник хлеба у Чуваши называется Чуклиме. По традиции в этот день люди делали мирскую муку и только после этого разрешалось печь хлеб нового урожая. Для этого всем селом собирались в доме уважаемого человека, приносили муку старого и нового урожая, пиво, сваренное из хмеля старого и нового, веселились, а вечером каждый брал смешанную мирскую муку и высыпал в свои амбары и лари. «Я думаю, что это самое главное, когда люди приходят друг другу в гости, когда люди угощают своими угощениями, своим приготовлением, своей выпечкой хлеба. Ведь каждая хозяйка пекла хлеб по-своему, свой секрет, свои какие-то добавки в этот хлеб были, какие-то булочки, какие-то пирожки. И было такое разнообразие, ведь каждая не просто пекла хлеб, но на еще каждый раз это же искусство приготовить свой хлеб». Администрация Самары активно поддерживает традиции национальностей, проживающих на территории региона. Проводит совместные праздники, концерты. В первую очередь работают с некоммерческими организациями. Уровень мастерства творческих коллективов год от года растет, говорят организаторы. В этом году на сцену вышли учащиеся 4-й гимназии, школа «Яктылык», школы «Созвездия», армянского коллектива «Наири», осетинского и башкирского национальных центров. Они уверены, только в дружбе, зная традиции друг друга, можно оставаться тем народом, которым мы являемся сейчас. Виктория Шарая, Елена Чернявская, Николай Сидоров, события. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Самара Гиз» на нашем сайте, в его мобильной версии, а также на Ютьюбе. Я, Александр Ломаев, с вами на этом прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова